Добрый день. Чемодановка. Новая точка напряженности на карте России. Кто-то в курсе, кто-то нет. Выскажу свое мнение и раскрою некоторые новые факты. Сейчас ситуация дошла до поджогов домов цыган. Как отмечает полиция, конфликт разгорелся не на национальной почве, а на бытовой. Как сообщается, группа цыган приставала к беременной женщине, за которую заступились мужики. В ответ на это цыгане толпой более ста человек вошли в деревню и напали на жителей других национальностей. Лопатами, топорами. Они уже были готовы приехать к нашим мужчинам, хотя наши мужчины были не вооружены. Их было 200 с лишним человек, наших 30. Пятеро человек было ранено, из них двое попали в больницу, один скончался. Как показывает канал «Хватит молчать», Чемодановка – не мелкое глухое село. Оно, во-первых, крупное, сотни домов, десяток улиц, во-вторых, в непосредственной близости от Пензы. И там творится средневековый беспредел. Усмирять волнение приехала Росгвардия. Днем снова массовый сход жителей, которые перекрыли федеральную трассу и потребовали приехать губернатора. Росгвардия пыталась разогнать, не вышла. Люди кричат «Вы бьете своих». Росгвардия не справилась. Губернатору пришлось подчиниться, отреагировать и явиться к людям. Хотя бы не спрятал голову в песок, и то хорошо. И слова губернатора – вот что меня напугало. Будут организованы патрули с участием полиции, ОМОНа по улицам. Я дежурный телефон сейчас вам сообщим, куда можно звонить в случае, если возникают какие-то ситуации. Я поясню. Он обращается, скажем условно, к русским жителям села, не к цыганам. Их он успокаивает тем, что будут патрули и ОМОН. То есть жителям нужна защита. Иначе зачем нужны эти патрули? Это не какие-то выдумки провокаторов. Это слова губернатора, что жителям нужна защита. Патрули должны защищать. От чего? От кого? Слушаем дальше. Казалось бы, парень выхватывает микрофон. И вещает. Может это провокатор? Опять же, официальное лицо не отнекивается, а начинает описывать, как этих вооруженных гостей будут встречать, будут задерживать. Это не провокация. Это не передергивание фактов. Цыганская община, одна из них, одна из цыганских этнических подгрупп, пошла массированная атакой на чемодановку. И то, что говорит власть, что перекрываются дороги, этого уже мало. Люди же объясняют. По данным жителей, гости едут прямо по полям мстить за своих. И, конечно, нужно понять, что происходит. Конечно, вся эта ситуация вызвана вовсе не тем, что кто-то там с кем-то подрался. Это результат целенаправленной политики, которую можно кратко описать. Дискриминация русских. Нас не признают моноэтнической страной, хотя по критериям ООН мы таковой являемся. Нас не признают государствообразующим народом. Напротив, малые народы имеют множество преференций и подчас довольно странно. Почему они не служат в армии? Они наркоту продают. Да, это граждане России. Вот, например, цыгане не служат в армии, а продают наркоту. И в самом деле, где наши доблестные правоохранители на этих уклонистов? В селе такого не утаишь. Все знают, кто служил, кто не служил. И как кто на жизнь зарабатывает. И как так вышло, что люди абсолютно не верят в помощь полиции и государства? Я предполагаю, что уже были обращения в полицию и ничего не было сделано. Люди просили о помощи, их игнорировали. А если дело таки доходило до оформления, скорее всего, никакая не этническая, а самая обычная преступность. Вот как это было записано во всех документах. У нас же особое отношение к статистике. То, что не написано на бумаге, того в реальности словно бы и не было. У меня нет папы, у меня нет брата, который может по-мужски меня защитить. Как я могу быть уверена, что я и мой ребенок в безопасности, главное, мой ребенок, пока я на работе зарабатываю деньги и отчисляю налоги? Объясните, как? Нет, господа чиновники, вы запустили проблему. Одно дело вылечить больной палец, другое дело, когда пациенту из-за халатности придется отнимать всю конечность. Прямая вина чиновников, особенно силовиков, игнорирование проблемы, как бы чего не вышло. Я предполагаю, были замяты уголовные дела. В прошлом, наверняка, они уже были и были спущены на тормозах. Я предполагаю, цыганами никто не занимался. Я предполагаю, коррумпированные силовики имели в этом свой интерес. И теперь им уже не верят. А вы сегодня здесь, а завтра на вас нет. А нам здесь жить, здесь нам детей родить. Я русских защищаю. А вот это уже системная проблема. Зачем нам такая полиция? Зачем нам такой суд? Зачем нам такое государство, которое не может нас защитить? А налоги собирают исправно? Интересно, а налоговая вот к этим цыганам в чемодановке приходит? И как, что вы говорите, что вы нас защитите? Как вы нас защитите? Двумя нарядами ОМОНов, которых 40 человек. Как нас, кто нас защитит? Ну я уверен, что если будет такая, вы в наши ряды примкнете и будем вместе защитить. Шикарно. Будем вместе защищать. А налоги куда делись? Почему простые люди должны себя защищать? Для этого есть столько служб. Росгвардия, полиция, кто угодно. Как так вышло, что по всей стране живут люди, вооруженные, готовые в любой момент отправиться на разборки в другой регион за много часов езды, как будто им на работу вообще ходить не надо, на которых приходится направлять ОМОН и Росгвардию. Эти люди что, по подвалам прятались? О них что, никто не знал? Почему заранее ничего не было сделано? Почему вчера ни одного не задержали? Ни одного? Они вчера даже ДПСников трясли, как тряпки, вот так ДПСников трясли. Цыгане, окружились все. А они не могут ничего сделать? И ничего не могли сказать. Даже ОМОН ничего не мог сделать. А так кто нам поможет, а еще не мы сами себе? Поверьте, я буду с вами до конца. Вы знаете, прям как на фронте. Я искуплю свою вину кровью. Да кому это надо? Мы не в детском саду. Эти подвиги никому не нужны. Людям нужно чувствовать безопасность, а не смотреть, как вместе с ними страдают заодно и чиновники. От этого никому не легче. При этом представители диаспоры уже принесли извинения. Отдельные цыгане просят не равнять всех представителей нации под одну гребенку. Тогда объясните мне. А вот это что за группы вооруженных людей на автомобилях со всей России направляются на чемодановку? И теперь, когда люди начали поджигать дома, что будет дальше? Власть либо должна возместить убытки, что вновь взбесит население, либо цыган нужно правда выселять. Но это тоже крайне сложный момент. Ситуация стала необратимой. До чего вы довели эту ситуацию, уважаемые господа чиновники? Что у вас там, блин, вообще происходит в головах? И повторяю, дело, конечно, не в цыганах, как в национальности, а в том, что есть проблемы, которые никто никак не решает. Их как будто бы и нет. Пока вся страна следила за бедным Иваном Голуновым, были убиты два русских парня. Не все на это обратили внимание. СМИ об этом особо не расскажут, но после убийства бывшего спецназовца Никиты Белянкина, который заступился за девушку перед уроженцами Армении, подчтить его память стихийно вышли сотни людей. Еще больше людей пришло на похороны. Всего через четыре дня после этого, в той же Москве, был убит Сергей Чуев, мастер спорта по борьбе. Он заступился за беременную женщину. Убийцами тоже оказались мигранты. Я напомню, что не так давно гремели погромы в Якутии, когда после изнасилования женщины под удар толпы попали все выходцы из Киргизии. Это системная проблема. Бизнес завозит людей и никак за них не отвечает. Силовики готовы закрыть на это глаза, но за недорого, за пустячок. Чиновники считают, что проблем никаких не существует в принципе. И мы даже не знаем, на какой пороховой бочке сидит вся страна. И всем плохо. Эти идиоты в высоких кабинетах думают, что все развалят, подзаработают и свалят на жаркие курорты. Не отвертятся. Мы вернем их и будем судить. За то, где рвануло и за то, где могло рвануть. Поднимем все дела, спущенные на тормозах. Пересмотрим и перепроверим все замятые эпизоды. Работы, конечно, завались, но не зря же нам обещают искусственный интеллект. Вот как раз для этого мы его и используем. О, оговорили, товарищ майор, что вы деньги в руки не берете. А знаете, что пугает больше всего? Моя родная Москва. Пока в России люди доведены до отчаяния, жоппозиция устраивает митинг в поддержку Ивана Голунова, который уже на свободе. Другую группу молодежи в центре города задерживает ОМОН. Они собрались там по призыву ютуб-блогера «Лев против». Собрались просто, чтобы похайпиться и попасть в новости. У них получилось. Провезли их лицом по асфальту. Столицу надо переносить. Москва давно сгнила. Говорю, как москвич. Переносить в Новосибирск или в Иркутск. Мигрантов учитывать и учить. К цыганам даже не нужно ничего придумывать. Просто исполнять законы Российской Федерации этого хватит. В армию их забирать, налоги собирать, родительских прав лишать, если они наркоманы. Вот куда вашу ювенальную юстицию суйте. От нормальных людей в трудной жизненной ситуации руки прочь. А на этом у меня все. Друзья, надо держаться вместе. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Ваша активность помогает распространить правду. Цыгане, армяне, киргизы, все национальности. И нам тоже нужно держаться вместе. Если мы хотим построить страну, в которой будет всем хорошо жить. А не то, что происходит сейчас. Когда вы огребаете за то, что кто-то решил заработать на дешевой рабочей силе. Заработать на покрывании преступлений. Заработать на наркоторговле. И на всем остальном. Жду ваших комментариев. И до встречи уже завтра. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин